Чтобы расплатиться за автомобиль, приобретенный в рассрочку, жители заводского района решили обокрасть чужие машины. Ночью они вскрыли несколько легковушек и планировали уже на следующее утро продать похищенное. У нас была девятка, там не хватало парни, ну, множество запчастей, этот парнишка меня так выручил, ну, как по-человечески, вот. Я ему полсуммы сразу отдал, и, то есть, там договорились как, то есть полсуммы я ему чуть позже отдал. Вот, и у него сейчас прям срочно приспичило, ему нужны очень срочные деньги. Он такой, типа, ну, типа, попробуй намутить четыре колеса, вот, и, типа, это, ну, за долг. Я такой, ну, все, сейчас постараемся, попробуем. Какие машины помогут им расплатиться за долг, подозреваемые присмотрели заранее. Они были припаркованы во дворе ближайшего дома. Взяв с собой необходимые инструменты, молодые люди пошли на кражу. Задержали их той же ночью. Две машины из трех. Была открыта задняя дверь. У обеих? Это стоянка или где это вообще? Нет, во дворах. Третью машину мы открывали отверткой, уже багажник. Нас спалили соседи. Люди, которые выходили на улицу, мы начали убегать. Мы убежали и вызвали милицию, нас забрали. В истории злоумышленников из Ленинского района машина тоже сыграла решающую роль. Когда на ее ремонт понадобились деньги, подозреваемые, недолго думая, отправились на дело. На их счету шесть фактов автокраш. Ранее судим? Нет. За что было задержано? По краже аккумуляторов. С каких автомобилей? Классика. Путем открывали машину? Отверткой. Сколько у вас было? Двое. Двое. Кто в основном вскрывал машину, кто был? Я. Второй чем сделал? Я смотрел, чтобы никого не было. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса России, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сотрудниками патрульно-постовой службы Управления МВД России по городу Саратов задержаны двое подозреваемых в автомобильных кражах. По версии следствия, ночью данные граждане путем повреждения автомобилей проникали в них, откуда похищали ценные имущества. Управление МВД России по городу Саратово обращается ко всем автовладельцам. Позаботьтесь о сохранности своего имущества, а не оставляйте ценные вещи в салоне. Чтобы обезопасить автомобиль от кражи, нужно следовать простым правилам. А именно, не оставляйте ключи в машине, даже покидая ее на несколько минут. Всегда включайте сигнализацию, выходя из автомобиля. А если надо оставить машину на ночь, выбирайте охраняемую стоянку, либо освещенное людное место. Если вы все-таки стали жертвой преступления, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02 с мобильного 102. Эллада Абжалимова, Евгения Лукьянова, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.